Здравствуйте! Вы смотрите «Про здоровье» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Сергеевич Подалко, руководитель регионального сосудистого центра Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Павел Сергеевич! Добрый вечер, Мария! Добрый вечер, уважаемые телезрители! Очень рады видеть вас в нашей студии. Давайте сегодня поговорим о работе регионального сосудистого центра. За время работы РСЦ это неполный год. Оказана помощь более тысячи пациентам с острым коронарным синдромом, практически столько же пациентам с острым нарушением мозгового кровообращения. Более 500 операций коронарного стентирования. проведено еще большее количество диагностических исследований, то есть коронарографии. То есть, ну, для Одинцова это такой большой шаг. И я бы сказал, что темпы работы и количество пациентов, оно с каждым месяцем до недавнего времени увеличилось. К сожалению, сейчас мы испытываем временные затруднения в связи с неисправностью аппаратуры, но я надеюсь, что это продлится не так долго. Открытие сосудистого регионального центра на базе Одинцовской областной больницы ждали давно. Какие преимущества у жителей округа появились с открытием этого отделения? Ну, самое главное – это экономия времени. То есть, существует такое выражение – время – это миокарты. То есть, чем раньше пациент с острым коронарным синдромом, то есть с инфарктом, либо с подозрением на инфаркт, попадает в так называемый инвазивный центр, то есть одним из которых является наш сосудистый центр. То же самое касается пациентов с инсультом, где временное окно для оказания высокотехнологичной, эффективной помощи, и даже еще меньше, чем при инфаркте, тем для пациента лучше. Соответственно, чем ближе сосудистый центр находится к месту жительства пациента, тем, в первую очередь, лучше для самого пациента. Где до этого момента, до открытия регионального сосудистого центра на базе Одинцовской областной больницы, находился ближайший подобный центр? Вот сколько пациентам приходилось тратить время в пути? Основной сосудистый центр, который принимал наших пациентов, это Косногорская ЦРБ номер один. Как понимаете, это достаточно далеко. Конечно, существует... Ну, плюс, наверное, транспортное затруднение, да, пробки. Ну, естественно, пробки, трафик, время суток. Да, существует госпиталь Лапина, он недалеко, но все-таки его возможности не настолько велики, чтобы в полном объеме принять всех пациентов. Существуют, конечно, и федеральные центры, но... Не, но те цифры, которые вы уже озвучили ранее, отвечая на первый вопрос, они говорят о том, что этот центр был, по сути, жизненно необходим жителям округа. Безусловно, один из самых густонаселенных округов, и этот центр, безусловно, необходим, и поток пациентов, он, ну, к сожалению, он не уменьшается, он увеличивается. Вот, кстати, сезонность в этом вопросе, она тоже играет роль. Вот сейчас пик лета, жара, свыше 30 градусов. Как чувствуют себя пациенты, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и которые, в общем-то, попадают в группу риска? Ну, безусловно, для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы такой температурный пик, он не несет благоприятных эффектов. Не всегда, конечно, количество сосудистых катастроф увеличивается летом. еще зависит и не только, скажем, от погоды, от того, что, возможно, количество людей, которые проживают в округе, то есть, из Москвы выезжают на дачи, то есть, у нас увеличивается количество не только жителей Одинцова, но и жителей Москвы. Вот. В общем-то, естественно, что температурные скачки, они не совсем благоприятно влияют на пациентов с заболеванием сердечной системы. Павел Сергеевич, что бы Вы порекомендовали таким пациентам, как пережить максимально комфортно для себя и для своего здоровья вот эти температурные перепады? Ну, прежде всего, это следование рекомендациям врача, которые были даны до этого. В первую очередь, это в плане гипотензивной терапии, если пациент страдает артериальной гипертензией. Достаточный питьевой режим, то есть, достаточное употребление количества жидкости, причем это по большей части должна быть обычная питьевая вода, никакие негазированные напитки. И избегать длительного нахождения на солнце, то есть, время пребывания на улице, все-таки это в более ранние утренние часы и в вечерние, когда уже не испытывают, так сказать, воздействия прямых солнечных лучей пациент, потому что даже для здорового пациента не рекомендуется пребывание под прямыми солнечными лучами, ну, в определенные часы, да, в пике, когда солнце находится в зените. Вот эта солнечная ванна – это достаточная нагрузка даже для здорового человека, ну, не говоря уже о пациенте, который страдает каким-либо заболеванием. Павел Сергеевич, если говорить о развитии регионального сосудистого центра, какие перспективы? В первую очередь, мы планируем увеличение реанимационного коечного фонда для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и для пациентов с острым коронарным синдромом, а также активно внедряется в практику процедура тромбоэкстракции при остром ишемическом инсульте. То есть, та же, ну, по аналогии с инфарктом миокарда, процедура ревоскулиризации, то есть, тромб с помощью специальных катетеров рентгенхирург убирает на операционном столе, когда инсульт только-только начинает развиваться, то есть, первые несколько часов. Поэтому особенно я повторюсь на этом и, в общем-то, неоднократно готов об этом повторять, чем раньше будет вызвана скорая помощь, чем раньше пациент поступит в региональный сосудистый центр, будут определены показания к процедурам инвазивным, тем больше шансов помочь пациенту. Главное понять, что требуется именно эта помощь. Как это сделать? Вот на что следует родным, близким, самому пациенту, в случае, если рядом никого нет, понять, что незамедлительно нужно вызывать скорую помощь, потому что у нас, конечно, жители не всегда. Да. То есть, точнее сказать, нужно сказать, что в самый крайний случай мы набираем заветную цифру 112 и вызываем скорую медицинскую помощь. Да. Вот распространенные ситуации, когда к нам пациенты поступают уже с некоторым опозданием, мы задаем вопрос, почему вы так долго ждали. Ну, первый ответ – думал, что само пройдет, а оно не прошло. Второй ответ – это не хотел никого беспокоить. И, естественно, что существуют определенные симптомы, о которых люди должны быть информированы. Сейчас я о них скажу. Что касается, например, острого коронарного синдрома, то есть инфаркта миокарда, это внезапная, сильная, давящая или жгучая боль за грудиной с радиацией в обе руки, в левую руку, в челюсти. Иногда бывает боль не за грудиной, а верхней трети живота, иногда это сопровождается одышкой, тошнотой. Самое главное – понимать, что симптомы возникли внезапно, раньше этого не было, и, ну, наверное, это что-то плохое, а не спину просквозило или съел что-то не то. Что касается острого нарушения мозгового кровообращения, то есть когда мы подозреваем инсульт, сам пациент или его родственники, это нарушение, то есть асимметрия лица, когда, например, опускается уголок рта, возникает асимметрия, нарушение речи и нарушение в движении, движение в конечности, будь то правая половина тела или левая, то есть ослабла левая рука, левая нога, или наоборот, появилось внезапное головокружение, то есть симптомы, которые позволяют подозревать инсульт, требуют скорейшего вызова скорой помощи. Причем я бы настоятельно рекомендовал именно вызывать скорую помощь, а не самому, ну, с помощью соседей или родственников мчаться в больницу, потому что существует система маршрутизации в области, находится центр ее в Красногорске, естественно, что у диспетчера есть информация о том, какой центр в настоящее время свободен, вдруг возникают какие-то технические сложности, неисправности временной аппаратуры, и гораздо более логично вызвать скорую помощь, и пациент быстрее попадет в руки нужного специалиста, нежели он сам будет добираться до больницы, к тому же что-то плохое с ним может случиться и в пути, а все-таки в машине скорой помощи есть средства для устранения угрожающих состояний. Павел Сергеевич, с какими трудностями, проблемами Вы сталкиваетесь в своей работе и какие пути решения ведите? Вот за время, вот за этот год работы первое, что удручает, мы говорили об этом, это поздняя обращаемость, причем это касается ведь не только нашего района, но и области в целом, то есть жители области, они недостаточно информированы о том, что в случае возникновения вот тех симптомов, которые я перечислил, нужно действовать максимально быстро. И хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что пускай не все симптомы подтвердятся, то есть не все пациенты, которые приезжают к нам с подозрением на инфаркт, на инфаркт или на инсульт, безусловно. Не у всех этот диагноз подтверждается. Иногда мы не находим вообще какого-либо жизнеугрожающего состояния, иногда находим другие заболевания, но лучше приехать к своему здоровью, то есть пациент должен ответственно относиться сам к своему здоровью. Никакой врач к нему на дом не приедет по наитию, то есть он его может только позвать. А второй момент, о котором хотелось бы сказать, это низкая приверженность к лечению после стационара. То есть, в принципе говоря, правительством и в частности в области предпринимаются сейчас беспрецедентные шаги по обеспечению пациентов лекарственными средствами. То есть существует приказ, по которому пациенты, которые перенесли инфаркт или инсульт в течение двух лет, бесплатно совершенно обеспечиваются всеми лекарственными препаратами, которые необходимы после инфаркта или инсульта. Причем в области система построена так, что уже при выписке из стационара пациент, если он не является федеральным льготником, он попадает вот под этот приказ, под эту льготу, он получает уже на три месяца препараты на руки, то есть даже не надо идти в аптеку за ними. К сожалению, по данным статистики, которые нам приводят, к исходу первого года после перенесенного инфаркта в Москве около 30% пациентов только продолжают следовать рекомендациям врача и принимают рекомендованные препараты. Это касается в том числе и таких жизненно важных препаратов, как антиагреганты, статины, препаратов, которые влияют на проходимость стенда, то есть которые предотвращают его тромбоз. В области эта статистика еще хуже, к сожалению. Поэтому повторюсь, что врач в стационаре назначит при выписке правильное лечение. Рецепты выпишут, их пациент получит. Но есть персональная ответственность за свое здоровье. И кроме пациента или кроме его родных, никто эту таблеточку не примет, не даст. А с чем вы это связываете? Все-таки такую низкую ответственность и такое не всегда внимательное, скрупулезное отношение к своему здоровью. Наверное, это отражение такой общей социальной ситуации. Потому что я всегда своим пациентам привожу такой пример. У многих, у большинства в семье есть автомобиль. Чтобы машина ездила хорошо и безопасно, мы проходим технический осмотр, техническое обслуживание, меняем масло, фильтры, в конце концов, заливаем бензин, бензобак. Но почему-то так принято, что к своему здоровью, к своему организму мы относимся, наверное, менее щадяще. То есть машину мы бережем. Да, организм, она самообновляющая система, но она позволяет нам это делать всего лишь до какого-то возраста. К тому же есть некая такая вера, что мне сделали высокотехнологичную операцию, поставили стенд, у меня ничего не болит. Самочувствие, естественно, оно не у всех меняется от приема определенных препаратов. То есть мы не чувствуем, скажем так, лучше нам стало или хуже от того, что мы принимаем статины, то есть препарат, который снижает холестерин, или тот же самый препарат ацетилсалициловой кислоты, аспирин. Мы не ощущаем этой разницы. Даже наоборот, может быть, желудок начнет беспокоить после приема. И, к сожалению, не следуя рекомендациям врача, пациенты отменяют препараты и, в общем-то, это не ведет к положительным последствиям. Павел Сергеевич, что делать, чтобы предотвратить эти грозные заболевания и какова здесь роль пациента и врача, на ваш взгляд? Все, о чем мы говорим сейчас, о пролеченных пациентах и о том, что мы делаем после инфаркта и после инсульта, это уже вторичная профилактика, то есть мы предотвращаем повторные сердечно-сосудистые катастрофы, потому что, когда человек перенес первое событие, будь то инфаркт или инсульт, риск возникновения повторных событий, он значительно возрастает. А, конечно, нужно говорить о первичной профилактике, то есть о предотвращении. Что лежит в основе? Ну, отказ от курения. То есть следование рекомендациям здорового образа жизни. Отказ от курения, причем надо понимать, что мы говорим не только об активном курении, здесь каждый сам кузнец своего счастья. Все знают, что курить плохо, ну, принял для себя такое решение, не могу отказаться, курю. Но надо подумать о своих родных, может быть, о детях, о внуках, которые так или иначе находятся где-то рядом с человеком, когда он курит, и о пассивном курении, которое не менее вредно. Это касается любых средств доставки никотина, будь то электронные сигареты или испарители, все это приравнивается к курению, и все вредно, безусловно. Не надо подменять понятия. Потом о своей социальной ответственности подумайте, например, вполне себе интеллигентные люди могут покурить на остановке или на платформе электрички. То есть это пассивного курения окружающим не избежать, но никто не виноват в том, что кто-то, так сказать, не заботится о своем здоровье, да, я, например, не хочу, но вынужден как бы, да, стоять в этой, как бы, общей там очереди. Ну, следующий компонент – это, безусловно, активный образ жизни, то есть движение жизни. И в неделю человек должен получать не менее 150 минут таких нагрузок, аэробных нагрузок средней интенсивности, то есть интенсивная ходьба, не поленитесь, дайте себе усилия где-то прогуляться, где-то подняться по лестнице, так сказать. Это реально полезно. И это касается не только профилактики первичной, но и люди, которые уже перенесли какие-то сердечно-сосудистые катастрофы, они обязательно должны двигаться. Естественно, что в меру сил – это обязательный компонент. Безусловно, питание, как бы, обязательно потребление свежих овощей, свежих фруктов, хотя бы два раза в неделю рыба, меньшее количество красного мяса и меньшее количество простых углеводов, то есть тех, которые легко всасываются. Ведь 21 век – это век эпидемии ожирения и сахарного диабета. Они идут рука об руку, лечение артериальной гипертонии, то есть диабет и гипертония, ну, я бы сказал, что это почва, на которой растут семена атеросклероза, который в дальнейшем приводит, к сожалению, пациентов в больницу. Вот основные моменты, которые надо для себя… Рекомендации врачей, прислушивайтесь к своему здоровью, вовремя обращайтесь за помощью к специалистам, тогда есть все шансы на долгую, здоровую, социально активную жизнь. Да, я совершенно с вами согласен, вы все четко сформулируете. Павел Сергеевич, спасибо вам за интересную беседу, интересное интервью. Большое спасибо, до свидания. Вы смотрели программу про здоровье. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания.